Уже под вечер солдаты одной из военных частей в Минске нашли на своей территории мешок, в котором что-то шевелилось. Когда открыли, оказалось, что там крохотный щеночек. Видимо его просто перебросили черед забор, отделявший военную часть от улицы. Мало того, собака оказалась раненой. Как водится в армии, военнослужащие доложили о находке начальства. Командир оказался не самым добрым человеком. Он приказал удушить животное, а труп выбросить на помойку. Но солдаты ослушались приказа. Молодые ребята просто не могли представить, как можно убить такое маленькое и милое существо. Правда, один из них придумал гуманный способ убийства собаки – закопать живьем в землю. Но, естественно, это предложение все отвергли. Стали думать, куда деть щенка. Оставить у себя не могли. Узнает командир и тогда всем не сдобровать. К тому же было очень холодно и несчастное создание слабело с каждой минутой. Кто-то из солдат решил распространить информацию о щенке через интернет. Новость о найденыши быстро разлетелась по сети и через несколько часов перед КПП военной части стояли два волонтера, которые забрали пушистика с собой. Они привезли собаку в ветеринарную клинику. Там малышку, оказалось, что это девочка, осмотрели и поставили капельницу. Через час собака отогрелась и уже могла сидеть на подстилке. Ветеринары беспокоились, что щенок очень слабый, поэтому на пару дней оставили его в клинике. Когда состояние собаки стало стабильным, один из волонтеров забрала малышку к себе. Там девочка быстро освоилась и нашла общий язык с другим домашним питомцем, взрослым псом. Сейчас они лучшие друзья. Периодически щенок даже ворует у пса из миски еду. Но тот делает вид, что не замечает. Она надеется, что люди к ней будут дружелюбными, что все страдания щенка остались позади. Субтитры создавал DimaTorzok